Всем привет! Меня зовут Маргунова Ирина, я являюсь руководителем отдела развития компании ZSK Sfera. И мы продолжаем серию интервью с экспертами отрасли. И сегодня мы расскажем вам об автоматизации глэмпинга, о том, как внедрить системы управления, отчетности и аналитики в ваш объект. Поговорим с очень интересным собеседником Анной Шамовой. Всем добрый день! Мы находимся на выставке MITT, 30-я юбилейная выставка. И сегодня мы берем такое очень интересное интервью у самой крупной компании на IT-рынке, которая обеспечивает работу, способность отелей, работу способных завертных объектов, глэмпинга, в том числе. Это очень интересная и нужная тема. И задуматься о ней нужно даже на стадии, когда вы только планируете свой объект. Потому что продажи и онлайн-продаж сегодняшний день – это наше все. И разговаривать мы сегодня будем с ее специалистами Анной Шамовой. Ань, я все время спрошу своих спасительников, представься, пожалуйста, кто ты, что ты, расскажи себе немножко. Спасибо большое, что пригласили. Всем добрый день! Меня зовут Анна Шамова. Я ведущий эксперт по продажам и маркетингу в компании Traveline. Как ты правильно заметила, онлайн – это наше все сейчас. И мы в Traveline разрабатываем софт для любых объектов размещения, начиная от гэмпингов, глэмпингов, разного рода баз, отдыхов, загородных объектов, доканчивая даже санаторными какими-то программами и крупными сетевыми объектами. То есть в нашем арсенале сейчас есть ряд инструментов, которые помогают с автоматизацией внутри и с настройкой продаж в онлайне. То есть такой охват получается нескольких сфер онлайн-бизнеса для отеля. Ну и, собственно, стараемся в этом направлении преуспеть. Расскажи немножко о компании Traveline. Вот вообще откуда пришла эта идея именно выйти на этот рынок? Кто вы? Вы же тоже российские, как и мы, мы производители, да, вы IT-компания полностью российская. Откуда вы взялись, как это пришло и что такое Traveline? Компания Traveline – это, да, мы российский разработчик, мы то, что российский. Мы, многие очень часто думают, что мы где-то в Москве, может быть, там, в Питере. На самом деле мы из города Йошкар-Ала, это республика Мариэл. Вся наша команда, наверное, сейчас процентов 95 сотрудников компании – это именно жители Йошкар-Алы. Сколько, кстати, сотрудников у вас? Сейчас уже больше 600 человек у нас в штате, сотрудников. И да, наш центральный офис находится именно там, наша штаб-квартира, так сказать. Так что Traveline родился там, и ему уже сейчас полных 15 лет. То есть 15 лет мы уже занимаемся тем, что разрабатываем эти программные продукты. В силу того, что пандемия внесла коррективы, у нас появились такие небольшие офисы и в Санкт-Петербурге, и в Москве, там, скорее, как просто представители наших, да, нашей компании, чтобы чуть ближе быть еще и к центральным регионам и помогать, например, в каких-то настройках сервиса тем объектам, которые находятся вот поближе, поближе к центральной России. Так что будете в Йошкар-Але, обязательно приезжайте в гости, у нас там большой красивый офис. Мы очень рады гостям, поскольку немногие доезжают, вот, но всегда встречаем, проводим с экскурсией, с проводом по всем достопримечательностям и показываем город. Скажи, пожалуйста, вот вы начали говорить, что мы для клеймпинга, для кемпинга, для пасс отдыха и так далее, ваш продукт. Вообще, когда стоит задумываться о внедрении вот непосредственно модуля бронирования, шахматки, да, в проект, от скольки номеров вообще берете и, ну, показываете значимость своего рода, ну, и нужно с ним. Вообще, мы не привязаны к количеству номеров. Наша модель сотрудничества, она в целом позволяет работать и с теми объектами, где в арсенале один-два домика, например, или один-два юнита, например, может быть, купол, может быть, амфрейм, все что угодно. И, ну, до бесконечности. То есть у нас нет ограничения по каким-то, там, не знаю, либо вариантам размещения, либо видам размещения. Такого нет. Поэтому, если говорить о внедрении, то я бы порекомендовала для объекта, который планирует запуститься и открыться к сезону, допустим, к летнему сезону, где-то уже в марте, чтобы было, по крайней мере, какое-то хотя бы уже присутствие этого объекта в интернете. То есть это геосервисы, все, что связано с картами Яндекс, Гугл, Твагис. То есть здесь даже, наверное, это все начинается не с Travelite, а именно с указания точек на карте, поскольку пока проиндексируется эта информация в поисковиках, пройдет уже какое-то время. Нужно, чтобы объект как-то хотя бы немножко заявлял о себе. Если ведутся соцсети, я недавно делала исследование по глэмпингам и увидела, что до сих пор очень большой процент узнаваемости бренда идет через соцсети именно в глэмпинге. Здесь это связано и целевой аудиторией глэмпингов, которые часто являются целевой аудиторией соцсетей. В принципе, и картинки показывают. Да, но еще и личный бренд владельцев часто работает, как бы, да, они же соявляются в соцсетях, поэтому... Да, да, поэтому, если есть возможность, очень здорово, например, даже подсвечивать элементы строительства, внедрения, разработки, может быть, вовлекать в это общение потенциальных гостей уже на этапе, когда вроде бы как запуск уже не за горами, но пока еще объект официально не открылся. То есть где-то за два месяца я рекомендую, чтобы какие-то упоминания появлялись в сети, и дальше уже мы говорим о сайте, о настройке внутренних каких-то процессов. То есть дальше мы уже переходим, соответственно, к онлайну и автоматизации. То есть где-то за месяц я рекомендую уже подумать над тем, как объект будет отслеживать свои показатели, где объект будет накапливать свою базу гостей, где он будет изучать эту базу, как он будет с этой базой работать на возвратность или на какие-то последующие шаги коммуникации. То есть примерно за месяц, вот это тот срок, наверное, который уже я бы рекомендовала обращаться в Traveline для уже такой комплексной работы, для комплексной работы. Если мы говорим, например, о разработке сайта, тут можно даже чуть-чуть заранее, можно даже месяца за два, потому что скорость разработки сайтов разная. Мы, например, в Traveline тоже сайты разрабатываем для объектов. У нас срок может даже неделю-десять дней занимать. Разработка сайтов у нас поставлена на поток, потому что мы уже понимаем, в какой момент отелю нужно предоставить нам контент, заполнить какую-то анкету специальную для разработки сайта. Ну и в дальнейшем мы уже отправляем ее на верстку таким образом, чтобы сайт был скомпонован и запустился в самые кратчайшие сроки. То есть в среднем это примерно плюс-минус 10 дней. Это отдельное решение, да, то есть это независимо от шахматки, то есть у вас есть несколько комплексов, несколько подходов, да, как бы можно комплекс какой-то полностью взять с сайтом, можно только внедрить на свой сайт модуль бронирования, да, или вот расскажи про это, как, что вы даете на выходы ательеру, да, големпельеру, и в каких вариантах это может быть? Да, это, наверное, можно сравнить, знаете, с конструктором Лего, когда из кубиков собирается какой-то уже готовый продукт, готовое решение. Вот у нас примерно так же. У нас порядка 15 разных инструментов для отелей, для глэмпингов, кемпингов, и, но не всегда все вот эти 15 решений одномоментно нужны объекту. Мы, когда начинаем общение, мы уже понимаем примерно, да, я вот уже 7 лет работаю в компании, и большую часть этого времени я работаю именно с загородными объектами, я уже понимаю, какой набор инструментов нужен на старте. И если говорить именно об инструментах Traveline, то это, как правило, сайт, это модуль бронирования на сайте, и это автоматизация внутри, то есть это шахматка так называемая, куда уже вся база стекается, и там, условно, даже с мобильного телефона, собственно, глэмпинга может контролировать все процессы, будь то общение с гостем или показатели доходности и загрузки. Вот в этом тоже есть, кстати, преимущество. Ну и дальше уже опционально, если объект готов и хочет заявить о себе еще и на каналах продаж, есть еще и такой инструмент, как менеджер каналов, который позволяет управлять всеми внешними каналами. Островок, Яндекс, Путешествия, Броневик, их тоже очень много. Мы самый крупный менеджер каналов в России, поэтому тоже обеспечиваем такую автоматизацию еще и в этом направлении, такой опциональный момент. Сколько на старте ваши услуги будет стоить? Вот, допустим, если мы говорим про такой базовый комплект, это где будет, вот как ты назвала, сайт, модуль бронирования, шахматка. Примерно год назад к нам приезжали представители ассоциации глэмпингов, амбассадоры этой ассоциации, и мы разрабатывали совместный продукт. То есть помимо того, что мы проводили глубинное интервью с представителями глэмпингов, к нам приезжали и Паша из Айвенга, и Анастасия Заводская из глэмпинга Альфа, глэмпинг Самария, Юлия из Лага Ладоги. И, собственно, мы в тот момент опросили, что нужно для глэмпингов, каких, может быть, инструментов у нас еще не хватает для того, чтобы тоже взять это в работу. И в том числе разработали специальное предложение конкретно для тех, кто состоит в ассоциации по снижению комиссионного вознаграждения. То есть если глэмпингу хочет с нами начать работать, конкретно по модулю бронирования у нас своя модель, это комиссионная модель по работе. И здесь я бы, наверное, сказала, что это одна из самых интересных моделей сотрудничества, поскольку в данной модели мы работаем по системе Win-Win. Если глэмпинг зарабатывает, то и мы получаем доход. Если глэмпинг не зарабатывает, то уже к нам вопрос, а как сделать так, чтобы глэмпинг заработал с нами больше. Поэтому те дополнительные возможности в модуле бронирования, которые предоставляются бесплатно для глэмпинга в рамках нашего комиссионного вознаграждения, они позволяют влиять на увеличение дохода. При этом это даже не только про увеличение количества броней, это и про улучшение их качества, например, бронирование, плюс какие-то дополнительные услуги. Это длительность может быть, да, увеличение длительности проживания, поскольку чем дольше бронирование, тем меньше затрат на упорку, например, несет глэмпинг, ну и тем выгоднее будет эта бронь для глэмпинга, поскольку средний чек будет уже выше по такой броне. Мы над этим всем работаем и, собственно, такими инструментами как раз-таки повышаем конверсию на старте уже для глэмпингов, если мы говорим про бронирование на сайте. Если мы говорим про такой набор must-have того, что должно быть на старте, сколько это стоит, модуль это комиссионная модель, зависит от количества бронирования, начинается от 4%, но есть снижение. И это шахматка, которая работает по абонентской оплате. Минимальный набор, пакет шахматки до 30 юнитов – это 2 тысячи рублей в месяц. И, кстати, сейчас еще у нас проходит акция для всех загородных объектов. При оплате первого месяца мы еще полгода даем бесплатной работы. То есть мы даем возможность протестировать. Вот сейчас сезон начинается. Объекты могут, например, минимальными затратами, оплатив 2 тысячи рублей, весь сезон проработать без какой-либо дополнительной оплаты и тем самым проверить, насколько инструменты подходят, а насколько оптимальный набор инструментов и будет ли, например, в дальнейшем это приносить глэмпингу дополнительный доход. Сайт отдельно? Отдельная стоимость? Какая-то комплексная там решение есть? И сколько это будет стоить? Да, разработка сайта – это отдельный продукт. У нас есть внутренняя веб-студия, которая как раз-таки занимается разработками. Там начинается от 60 тысяч стоимости основательного сайта. То есть это сайт, который мы буквально берем, верстаем, оптимизируем по SEO и настраиваем все внутри, отдаем вот так вот глэмпингу. И, собственно, глэмпинг может хоть сколько угодно с этим сайтом работать. Тут уже больше они нам не будут ничего должны. То есть вот бери и делай, грубо говоря. У нас просто было очень много ситуаций, когда к нам обращаются отели, говорят, мы тут пытались заказать у кого-то сайт, но что-то там и то, и то, и это, и не это. И в конце концов мы потратили какой-то уже бюджет, но не получили того результата, который хотели. А почему так происходит? Потому что очень многие веб-студии, они работают на широкий рынок. То есть они делают сайты и для магазинов, и для, может быть, каких-то онлайн решений, глэмпингов, может быть, да, может быть, там каких-то других. Для всех, да? Ну да, все для всех. И здесь мы не стали распыляться на вот такой формат. Мы делаем узкоспециализированные сайты конкретно для гостиниц. И мы уже понимаем, какое поведение пользователей на сайте, куда, например, ну, куда, например, гости нажимают чаще, куда нажимают реже, и где установить какие элементы. Какой уголок посмотрят, да? Да, есть такие инструменты разные, например, веб-визор или тепловая карта кликов, которая, кстати, тоже показывает, куда на экране, например, на сайте нажимают гости больше. И вот в таких зонах лучше размещать какие-то заметные элементы, возможно, баннеры, возможно, кнопки какие-то активные или модуль бронирования, да, для того, чтобы привлекать внимание еще больше. Потому что, как это неудивительно, но даже вот тот самый мотиватор, всем нам известный как перечеркнутая цена, сейчас работает лучше всего, если мы говорим про скидки. То есть, видимо, наша психология, да, человеческая, она никак не может вот этот паттерн уже изменить, да и, в принципе, да, зачем его менять, если это работает. И, кстати, очень многие компании на этом ошибаются, когда они пытаются сломать уже сложившиеся привычки гостей. И мы в данном случае не пытаемся переделать никого. Мы встраиваем наши инструменты на каждый этап взаимодействия с гостем. Это как раз, наверное, то, что я хотела в дополнение сказать такому первоначальному набору услуг, которые получает от нас Glam. То есть, да, верхушка айсберга, она всегда одна. Это модуль бронирования, сайт шахмата. Но если мы заглянем под капот, мы в свое время перешли с модели, знаете, когда все крутится вокруг номера или там вокруг домика, мы перешли на модель, когда вся информация собирается вокруг гостя. И это было очень правильным решением, поскольку, когда мы начали встраиваться на каждый этап работы с гостем, мы получили, во-первых, очень большой фидбэк, а объекты, которые работают с нами, получили дополнительную прибыль. Вот. Потому что нам важно, чтобы с первого этапа, и нам, я думаю, и всем блемпингам тоже, чтобы гость не испытывал барьеры. То есть, когда он что-то хочет забронировать, что-то купить, чтобы это было комфортно для него, и не вызывало никаких негативных эмоций, либо стресса. Она, наоборот, еще побуждала даже. Да, а, возможно, и мотивировала. Вот мы как раз над этим работаем, и довольно успешно, как мне кажется. У меня два вопроса. Хорошо, а если уже работающие объекты, нужно апгрейд сайта делать, вы этим занимаетесь, или лучше все снести и заново построить? Здесь лучше не прикручивать к запорожцу крылья от Боинга. Лучше сделать, наверное, новый сайт, поскольку технологии обновляются, ничто не стоит на месте. И, например, основа сайта, которая была разработана, например, у объекта, она уже могла морально немножко устареть. Поэтому лучше ее, наверное, пересмотреть, и уже в новые технологии, с новыми возможностями пойти в новый сайт, поскольку это будет более быстрое, более такое плавное решение. И поисковики, и системы, которые занимаются ранжированием сайтов, они тоже учитывают вот эти вот все новые технологии. Да, потому что вот еще некоторое время назад не было вот этой технологии HTTPS, когда защитный сертификат безопасности, да, он оставился на каждый сайт. В определенный момент просто случилось так, что поисковики начали эти сайты опускать ниже, и, собственно, они уже потеряли свою актуальность. Все так быстренько сразу же перешли на эти сертификаты безопасности. Понятно, что это решение для глэмпингов, решение, которое видит сразу же потребитель, но еще у вас, ну, на мой взгляд, одно из лучших решений по шахматке, так называемой, я не знаю, как это правильно называть у вас внутри, у айтишников, да, но, как бы, мы видим администраторы, да, собственники проекта, управляющие, они видят шахматку. Вот расскажи немножко про этот капот, да, что под этим капотом в этой шахматке вашей волшебной. Да, сейчас расскажу. Шахматка, да, это такое историческое название системы, которая имеет вообще свое официальное название. Это PMS-система или Property Management System. Ну, по-русски иногда ее называют ASU, автоматизированная система управления. И то, и то, и то, по сути, это шахматка, да. Поэтому проще называть ее так, по крайней мере, сразу всем понятно, о чем речь. Ее базовый, самый главный функционал, это, естественно, хранение, создание и вообще любые действия с бронью. И это база, база гостей, с которой также можно работать. Помимо всего прочего, это, конечно, инструменты аналитики, то есть все, что связано с статистикой, доходностью, прогнозными значениями, возможно, даже с выставлением KPI-ов администратором, все, что связано с питанием. У нас 27 отчетов разных есть в шахматке, которые можно использовать на свое усмотрение собственникам. И вот у нас сейчас в разработке такой функционал, который тоже будет доступен в самое ближайшее время. Мы делаем отчет генерального директора и отчет ревеню менеджера, чтобы он был доступен прямо вот мобильно, чтобы управляющий или владелец глейпинга мог зайти и вот в режиме онлайн посмотреть, ага, а какой у меня ADR, какой у меня ревпар, и что, как может быть, мне нужно сделать, чтобы еще как-то с этими значениями поработать и улучшить их. Вот сейчас мы над этим работаем, скоро уже будет запущена она. Администратор работает в этой шахматке, рассылая задачи службам, не только составляя отчеты. То есть вот такие вот все моменты именно технического взаимодействия со службами, они там же учтены у вас? И это базовый набор или же это дополнительные какие-то опции? У нас есть и базовый набор, куда входят разные роли, так называемые, да, роль спира, те, кто заселяют гостей и работают с бронью, роль горничной, которой важно увидеть информацию о том, когда гость выезжает, когда заезжает, роль бухгалтера. Сколько гостей заезжают, да, опять же, чтобы подготовить номер. Роль бухгалтера, чтобы все, что связано с документооборотом отследить, ну и роль собственника, которому доступ бога, и он видит все, что, в принципе, есть в этой системе. В базовой комплектации есть и такой сервис, как модуль обслуживания номеров, опять же, чтобы горничная могла под своим доступом, например, зайти в систему и посмотреть, где и во сколько ей нужно убраться. Есть возможность, например, выгрузить отчеты по питанию, это тоже бывает важно, если у глэмпинга есть какая-то точка питания, и, например, с сегодняшнего вечера нужно повару дать на завтра указание, а сколько, например, приготовить завтраков. И при этом, возможно, в глэмпинге проживают дети, а завтрак для детей отличается. То есть вот эти вот моменты тоже, естественно, все учитываются, чтобы полностью, да, с продуктами не прогадать, и все было готово в срок. Что касается, например, разного рода интеграции, у нас их действительно очень много, больше, наверное, сейчас на данный момент 300 интеграций имеют под собой платформа Traveline. Что бывает важно именно в связке с шахматкой для глэмпингов, это, например, электронные ключи. То есть очень много сейчас афреймов и разных других видов объектов используют электронные ключи. У нас есть эта связка, есть ряд компаний, которые работают с этими ключами, и это все можно привязать, интегрировать, да, это все будет работать. Например, это касса. Тоже достаточно важный вопрос. В силу того, что вступил у нас в 54-й федеральный закон, да, когда нужно обязательно обид-чеки, нужно обязательно иметь онлайн-кассу. Мы это тоже, естественно, учли в работе, и также у нас это все работает внутри. Мы интегрируемся с кассами, с ключами, с миграционным учетом. Кстати, да, мы в прошлом году сделали, единственное, сделали интеграцию с госуслугами, чтобы без сторонних сервисов напрямую отправлять через кабинет госуслуг данные о гостях, проживающих в МВД. Вот, поэтому сейчас у них тоже там идут изменения, поскольку они все переходят на электронные платформы, это не всегда быстро, к сожалению. Вот, но, тем не менее, такая связка у нас есть, она уже работает. А сейчас с введением и очень часто интеграцией в номера, как бы и в дома, да, в юниты любые, умного дома, там вот, когда настраивается кондиционирование, отопление, это тоже все можно привязать в шахматки, интегрировать. Из умного, что с нами интегрируется, мы сделали связку с Алисой не так давно. Сейчас у нас есть возможность сбрасывать, например, Алису после каждого гостя, для того, чтобы новый гость, когда он заезжает, он мог ее настроить под себя и пользоваться всеми благами, которые предлагает это решение. Что касается именно интеграции с разными другими умными девайсами, здесь у нас мы сделали открытые API, при котором, если, например, у компании-поставщика будет необходимо сделать какую-то интеграцию в глэмпинге, например, вот у нас есть партнер сеть отелей Норки, у них есть программа для, она, по-моему, называется у них room sharing, которая позволяет удаленно открывать через их программу, через их приложение двери в объекте. То есть здесь, например, если мы говорим про отель без ресепшн, гости могут в телефоне набрать определенный код, ключик открывается. Да, это удобно, поскольку можно сэкономить на персонале при этом, если есть такая проблема, а такая проблема бывает очень часто в загородных объектах. Вот поэтому такое решение есть, оно с нами интегрировано. Здесь мы открыты, у нас есть инструменты, которые позволяют сделать такие связки. Здорово, да, не стоим на месте, развиваемся, и, как бы, такие решения тоже уникальные внедряем, поэтому не бойтесь внедрять умные решения, да, и тем более эти умные решения, они взаимодействуют с вашей аналитикой еще, что немаловажно. Вот мы с тобой затронули такую тему отчетов, тему шахматки, это внутренние работы, но еще уже у вас такой ведется огромный пул аналитической работы вообще по региону, в целом региону, стране, да, то есть вот эти аналитические данные, они в доступе находятся у пользователя Травелайна, и что там можно найти? Это вообще моя любимая тема, все, что связано с аналитикой, исследованием того, как меняется поведение гостя, какие каналы работают, что в данный момент интересно, да, что меняется. Очень люблю эту тему. Да, у нас в открытом доступе, во-первых, есть прямо на сайте Travel Line Dashboard, который позволяет увидеть вообще, что происходит в регионе, в котором находится объект размещения. Там за последние 14 дней можно выбрать аналитику даже по типу, например, объекта, да, по звездности там можно посмотреть и увидеть, сколько было процентов отмен, сколько процентов бронирования, сравнить, например, с приростом к предыдущему году, увидеть сравнение с другими, например, регионами, как и меняется поведение, и как меняются цифры в этом, в вашем направлении. Вот, довольно интересная и занятная статистика бывает, особенно если мы говорим про новые, а только открывающиеся глэмпинги, поскольку им как раз-таки и важно знать, изучить рынок и понять, например, какое ценообразование ставить, какой, например, срок ставить для раннего бронирования, то есть за какой период гости начинают выбирать себе место для отдыха, если мы говорим про глэмпинг. И тут мы даже можем предоставить более такие детальные отчеты конкретно по сегменту глэмпингов, но это предоставляется по запросу, можно обратиться к нашим менеджерам, они обязательно об этом расскажут и покажут, как и где это взять, потому что действительно тема интересная и настоятельно рекомендую пользоваться, тем более это бесплатный сервис, доступен каждому. Мы еще, кстати, буквально вчера анонсировали тестирование нового, тоже бесплатного инструмента. Ну, я думаю, все уже поигрались с чатом GPT, все уже там что-то хотя бы раз, что-то, какой-то вопрос задавали, мы тоже решили поиграться. И сейчас в тестировании запустили сервис, который называли TotalGPT. Немножко, да, такое мы выбрали название хайповое, но, тем не менее, оно для того, чтобы экономить время на создание тарифов, создание описания тарифов, генерация картинок, если необходимо сделать какую-то быструю акцию, например, для объекта, и, ну, собственно, об этой акции рассказать гостям, то есть, например, даже какую-то рассылку сделать. Сервис очень крутой. Я вот сегодня ехала на форум в такси, буквально за 5 минут там написала все параметры, которые мне нужны, допустим, глэмпинг, я не знаю, дикая мята, акция, побег из города, услуги, которые туда входят, пикник, мангал, гриль-сет суткой, там, что-нибудь еще. Заселяюсь с собакой. Да, и какие-нибудь, да, там, дополнительные условия, заселяюсь с животным. Буквально за минуту мне была готова полностью стратегия по рассылкам, несколько вариантов, описание тарифа, картинку, которую сгенерила сама нейросеть, все, можно просто копировать, вставить, и, собственно, вот, вот так вот происходит генерация подобных сервисов. Ну, понятно, что текст получается иногда пластиковый, да, такой, немножко неживой, но все равно это уже 80% работы считается проведено, да, то есть не нужно там давать отдельное задание там маркетологу писать тексты, да, там, или еще копирайтера нанимать, а то есть вот уже такую крутую структуру делать. Я скажу честно, я буквально вот пробежалась глазами, мне не захотелось понять ничего. Вот, может быть, конечно, там, в каких-то моментах можно подредактировать, обязательно, конечно, лучше прочитать это как минимум, да, до того, как отправляем гостям, вот, но в целом это достаточно профессиональный инструмент, на мой взгляд, получился, и его тоже бесплатный, можно пользоваться, пожалуйста. Мы обязательно прикрепим ссылку под видео, поэтому попробуйте, это реально очень круто, и очень круто работает, потому что такой объем информации там генерируется, и потом выдается только под ваш запрос, то, что вам нужно. Поэтому обязательно пользуйтесь такими вот классными штуками. Аня, у меня еще все-таки вопрос со стороны гостя, потому что вы вот такой подход выбрали, да, со стороны гостя, вы все время с ним взаимодействуете, изучаете поведение гостя, паттерны его, да, и вот скажи, пожалуйста, с помощью вашей системы, вашей интеграции, какие вообще взаимодействия возможно? Классный вопрос. Мне, так как я очень много работаю именно с загородным направлением, я знаю, что для них как раз вот эти моменты, они очень важны, то есть быть ближе, тем более, если, например, глэмпинг находится где-то на удаленном расстоянии, то есть у человека, который едет туда первый раз, может возникнуть много вопросов, а как и до туда добраться, а там, не знаю, есть ли там какие-то точки питания, если, например, я мама, я еду с ребенком, а это очень, такой всегда момент выбора, очень щепетильный, если ребенок маленький, нужно всегда понять, чем он там займется, что он там будет кушать, не будет ли он там скучать и даст ли он мне отдохнуть там, например, да, то есть сможет чем-то заняться и как бы я могу в этот момент, допустим, там, не знаю, сходить в спа, он будет с аниматором, ну, условно. И, да, здесь мы придумали ряд сервисов, которые у нас внутри решают подобные вопросы, во-первых, это самые, ну, уже для нас уже стандартные, для кого-то могут быть такими тоже новыми сервисами, это welcome и feedback письма, то есть, когда гость бронирует номер, ему за несколько дней до заезда приходит письмо, уважаемый Иван Иванович, мы вас очень ждем, уже скрутили лебедей на кровать, положили красиво, пожалуйста, приезжайте, погода будет вот такая, берите с собой обязательно, там, не знаю, солнцезащитные, да, очки или резиновые сапоги, а еще заранее вы можете заказать у нас баню, потому что, например, по приезде баня может быть уже занята, вот, пожалуйста, здесь ссылка для бронирования. То есть, мы... Здравствуйте, про баню, а часто очень заказывают же баню не на весь день, да, шахматка позволяет делать часовые бронирования и часовые, как бы, слоты? Да, внутри шахматки есть такая возможность, у нас есть подчасовка, и мы пошли немножко дальше, мы в прошлом году сделали стыковку с компанией HotBot, и мы не то, чтобы сделали подчасовку, внутри у нас будет полноценная система для бронирования услуг с назначением ответственных, например, если нужен пармейстер, банщик какой-то, да, вот при бронировании бани, например, если необходимы какие-то перерывы на уборку, очень часто тоже бывает, что система это не учитывает, и там достаточно большой функционал внутри вот этого сервиса, который позволяет даже, например, всем ответственным в момент бронирования сразу же отправить в мессенджер сообщение о том, что, ага, вот тут бронь, вот тут гости заедут, вас только-то, пожалуйста, там приготовьте. Этот сервис, он абонентский или же он процентный? Какой у него, да, какая у него система платы? Тут лучше подскажут мои коллеги из HotBot, могу сказать, что у нас для глэмпингов есть специальные условия для начала работы, это 6 месяцев бесплатной работы с этим шахматкой, то есть, по сути, если объект начинает работать с Traveline, у него есть 6 месяцев работы из нашей шахматкой, из шахматковых услуг для того, чтобы в комплексе оценить работу всего функционала, и у HotBot есть вот очень крутая штука, это вот мы начали с рассылок, это что гостю приходит welcome письмо, в этом welcome письме можно вложить ссылку на бронирование услуг заранее. Мы тем самым позволяем гостю сделать выбор, чтобы не переживать уже по приезде, что там останутся или не останутся какие-то развлечения для него, и при этом, даже когда гость уже приезжает, например, на территорию, он может в моем телефоне забронировать а-ля room service любую услугу, которая есть на территории. прокаты, саборды, велосипеды, чаны, фурака, катание на лошадях, все что угодно, все это можно оформить и опять же дать гостю возможность сделать это, не выходя даже из своего домика. Бывает, потому что ресепшн в одной стороне, домик где-то в другой стороне, идти далеко. Или вообще нет ресепшна. Или вообще нет ресепшна. У нас, кстати, на этот случай есть даже возможность генерировать помощью приложения QR-код или ссылку на оплату. То есть, условно, гость идет по территорию, по территории встречает администратора, говорит, я хочу лодку на прокат взять. Администратор тут же может зайти в карточку с мобильного телефона, лодку добавить в бронирование, QR-код на оплату, пожалуйста. Гость оплачивает, тот идет бронировать лодку. Онлайн-чек и все это. Вы одни из первых или единственные, наверное, в этой услуге сейчас? Ну, без конкурентов было бы, наверное, очень грустно. Это было бы, наверное, это не так быстро развивало бы нас, наверное, потому что все-таки конкуренты это двигатель прогресса, но сейчас на данный момент тот набор услуг, который есть у нас именно в том комплексе, который мы предоставляем, при этом мы же не берем за это дополнительные деньги. Нам важно, чтобы все-таки и гостю, и глэмпингу, вообще любому объекту было в первую очередь удобно. Наверное, у нас, наверное, такого ни у кого нет. Вот если я даже вот так прикину по всем параметрам, и программы лояльности, и те сервисы, которые у нас отвечают за сегментацией и рассылки, наверное, да, пока такого в одном месте нет ни у кого. Но мы стараемся, мы, конечно же, не стоим на месте и придумываем, как еще мы можем, и с какой стороны мы можем помочь отрасли. Сами иногда думаем, как отельеры. Я уже про деформацию, когда нахожусь в отеле, я уже понимаю, что я смотрю на все, что внутри отеля не глазами гостя, а глазами отельера. Тоже так интересно всегда происходит. Вот. Люблю очень путешествовать и по загородным отелям, и поэтому, да, замечаю всегда какие-то интересные фишки, стараюсь их всегда использовать в работе и рассказывать об этом своим клиентам и тем, кто в целом приходит, например, на выставки, на форумы, где-то вот об этом тоже говорить. Аня, у меня еще такой вопрос к тебе о сезонным проектам. Вот, как часто к вам сезонные проекты обращаются и что для них, как бы, такого уникального, может быть, делаете вы? Потому что, ну, понятно, что у них же не всегда бывает там загрузка, да, они там, нужно раньше открывать раннее бронирование, да, потому что, чтобы обеспечить себе загрузку. Вот в этих случаях, что ты им порекомендуешь и как с ними работаете вы? Да, сезонных, на самом деле, очень много и в том числе и глэмпинги, которые еще не перешли на круглогодичный формат работы. Почему еще? Потому что, ну, как-то так исторически складывается, что все-таки глэмпинги, даже если они сезонные, в какой-то момент все-таки переходят, да, переходят на круглогодичную работу. У нас есть сезонные тарифы, у нас есть возможность при оплате за условные шесть месяцев работы иметь доступ к нашим инструментам по круглый год. То есть, мы не ограничиваем ательеров в этом, мы даем возможность все-таки видеть и управлять бизнесом, при этом, да, не какие-то великие деньги за это оплачивать. То есть, есть такие инструменты, при этом, я вот рассказывала на форуме, как раз, который проходил в рапках МИТа о том, что можно даже делать, настраивать такие точечные настройки, когда глэмпинг на своем сайте может проанонсировать какой-то запуск или открытие раннего бронирования за, там, условные два месяца, при этом, гость уже сейчас может оставить заявку на бронирование и в момент, когда откроется, да, уже откроется квота к бронированию, гость получает уведомление о том, что вот, внимание, мы открыли бронирование, пожалуйста, перейдите по ссылке и закончите его, завершите его на сайте. То есть, вот такие вот микро, микро рассылки, микро касания с гостями, как правило, очень эффективно работают. Увеличивают конверсию, Сейчас, в данный момент, да, мы это делаем все с помощью e-mail маркетинга, но у нас в разработке уже есть мессенджеры, то есть, мы в ближайшее время планируем также делать рассылки с помощью мессенджеров, чтобы быть еще ближе к гостям. Очень классно, спасибо большое, спасибо большое за такой разговор, открытый разговор, и очень было приятно познакомиться, и надеюсь, мы были вам полезными, и вы обязательно не будете бояться интеграции, работ, и внедрять нужные продукты в свои проекты. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. Я желаю всем, кто только начинает свой путь в таком интересном деле, как создание глэмпинга, открыться в срок, получать кайф от своей работы, ну и только лояльных гостей. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok